Как относитесь ко мнению, что девочки хуже водят, чем мальчики? Ну просто они не видели, как я вожу, поэтому они такого мнения. Так, готовы? Да. Старт! Алина Сащенко разрушает стереотипы. В свои 14 она водит лучше многих взрослых. В автошколе девочка занимается уже 4 года. Впервые села за руль, когда ей было 9. Дедушка Алина работает в автошколе. Папа – инструктор по вождению. С ним всегда и готовится к соревнованиям. Мне все билеты объясняют, все как есть, какие-то секреты. Как хорошо, как лучше проехать, тронуться. У меня папа всегда с детства учил на машине кататься. И он предложил пойти в автошколу. Тем более там часто участвую в соревнованиях. Мне это всегда нравилось. Все-таки это такие эмоции. Эмоции не только в салоне машины, но и снаружи. Это финал. Участники – лучшие спортсмены-автомобилисты Самарской области. Три возрастные категории – дебютанты 12-13 лет, юниоры 14-17 и профи от 18 до 20. Первая часть соревновательной программы – скоростное маневрирование. Змейка передним и задним ходом, габаритный коридор, задняя парковка, бокс. Это достаточно сложно. На самом деле не каждый взрослый это может сделать. Дети, занимающиеся у нас, они получают навыки не только вождения, но они становятся и профессиональными пешеходами, скажем так. Они останавливают на взрослых, которые пытаются нарушать правила дорожного движения. Один из самых зрелищных этапов – автослалом. Здесь нужно продемонстрировать истинное мастерство фигурного вождения, объехать все фишки, не сбив ни одной, и сделать это быстро. Из 12 участников соревнований в этой дисциплине заявлено всего 4. За руль садятся только профи. Меня сейчас немножко занесло, я переборщил чуть-чуть. Но я вырулил, справился. Вот так вот и должны поступать водители. Трасса как трасса, скользко просто немножко, да и все. Что асфальт, что снег, разницы там никакой почти нет. Областные зимние соревнования по автомногоборью проходят каждый год. Лучшие водители получают медали, кубки и грамоты. А победители еще и возможность представлять Самарский регион на всероссийских соревнованиях. Мария Шпакова, Сергей Александров, Новости губерния.